У микрофона Ксения Комарь. Здравствуйте. Тема сегодня будет интересна большинству наших слушателей, потому что очень часто мы задаемся вопросом, почему это у меня сейчас болит спина. О самых частых жалобах в области спины поговорим с нашим гостем Боряком Андреем Леонидовичем, заведующим нейрохирургическим отделением номер 2 Республиканского травматологического центра, специалистом по вертебрологии Минздрава ДНР. Здравствуйте, уважаемый Андрей Леонидович. Здравствуйте. Очень интересно будет нашим слушателям для начала узнать, есть мануальные терапевты, есть хирурги, есть даже кинезиологи. И вот вертебролог. Что находится в вертибролог? Правильно? Верти, верте. Как правильно, что находится в вашей зоне ответственности? Спасибо вам за вопрос. На самом деле, вертебрология – это раздел медицины, который изучает различные заболевания позвоночника и спинного мозга. На самом деле, врачебной специальности в вертебрологах ни в Российской Федерации, ни в Украине, ни в нашей Республике не существует. Ваш покорный слуга возглавляет отделение, которое в течение 15 лет называлось отделение вертебрологии, тогда же Института травматологии и ортопедии, но при всем при этом в нем работали врачи-нейрохирурги. Что касается самой вертебрологии, это такая медицинская научная дисциплина – это стык между неврологией, нейрохирургией и травматологией и ортопедией. Как и всякий стык наук, вертебрология взяла часть от одной, часть от другой, часть от третьей. Ваш покорный слуга является членом Ассоциации хирургов-вертебрологов Российской Федерации и участвовал в работе разных научных симпозиумов, в частности, съездов хирургов-вертебрологов Российской Федерации, Конгресса вертебрологов БРИКС. И на всех этих уровнях мои коллеги задаются вопросом, что пора бы приобрести отдельную врачебную специальность, которая бы так называлась в вертебрологах. Но, увы, пока это только мечты, планы, а мы имеем то, что имеем. В вертебрологии занимаются врачи всех мною перечисленных специальностей, плюс к этому частично этим занимаются врачи-мануальные терапевты, этим занимаются всевозможные физиотерапевты разных направлений и более узких специализаций. Ну, в общем-то, это вопрос очень широкий. Но в вертебрологах предметно занимаются спиной, правильно я говорю? Да, позвоночником, я бы сказал бы, точнее. Позвоночником. Так почему же болит спина? Вот, например, при простуде может болеть спина? Ну, на самом деле, давайте мы вернемся, немножко углубимся в этот вопрос. Что такое вообще боль в спине? Или, точнее, что такое спина? Как бы понятие спина, ну, это такое понятие, с которым мы с детства знакомы и знаем, что вот есть спина. Все, что ниже, все, что ниже головы. Совершенно верно, да. И выше, ну, будем так это называть, ног, это спина. На самом деле, спина тоже делится на грудной отдел, на пояснично-крестцовую область. А если мы возьмем, позволю немножко утомить наших радиослушателей, возьмем анатомическое строение позвоночника, то он состоит из шейного отдела, грудного, пояснично-крестцового и копчика. Первых три отдела, которые я перечислил, они внутри содержат нервные структуры, это спинной мозг и другие нервные образования. И на самом деле позвоночник это очень сложная структура, потому что он состоит из костей, из связок, из хрящей, из межпозвонковых дисков, из суставчиков. И внутри это содержит нервную структуру. Поэтому боль в спине может возникать при, будем так говорить, заболевании любого из компонентов этой структуры. Будь то нервная ткань, будь то мышечная ткань, будь то хрящевые какие-то изменения, в частности смещение межпозвонковых дисков, повреждение связок и так далее и тому подобное. Очень часто, очень часто, наверное, самая частая причина все-таки боли в спине, это так называемое в народе отложение солей, или говоря медицинским языком, дегеративно-дистрофические заболевания позвоночника. Допустим, при простуде, вот многие приходящие к нам пациенты говорят, я застудил спину. Вот спина заболела, начал отдавать ногу, все, что это такое, доктор? Многие приходят уже начитавшись интернета, многие приходят, наслушавшись знакомых коллег или побывавших в так называемых костоправов, и приходится сформированным уже каким-то мировоззрением в отношении своей боли. К сожалению, я должен сказать такую статистику, наверное, она не очень хорошая, но, опять же, это статистика. По данным разных авторов, на боль в спине ежегодно жалуются 70-90% обращающихся к врачу. Вы вдумайтесь только в эту цифру. Ежегодно с заболеваниями поясничного отдела среди трудоспособного населения регистрируется порядка 15-25% заболевших. И, к сожалению, опять же, возвращаясь к трудоспособному населению, это молодежь, это люди, будем так говорить, от 20 до 40 лет, хотя хотелось бы и себя относить, еще к трудоспособному населению, у 10-20% этих людей, вот эта боль, она, к сожалению, становится хронической. То есть, приобретает различные формы заболеваний. И, возвращаясь к вопросу о простуде, то есть, получается, что человек переохладился там, либо попал на контраст температуры, либо попал просто на, говоря народным языком, сквозняк, посидел в проекции работающего кондиционера, либо еще каким-то иным другим способом, и получается, что его хроническое заболевание, в частности, хронический радикулит, обострился, и получается, что от простуды у него появилась боль в спине, зачастую еще и отдающая, и радиирующая в ноги. Я почему спросила, простуда, мне показалось, что это самая такая, ну, незамысловатая причина, может быть, боли в спине, а на самом деле причин огромное количество, большое количество болей в спине. Безусловно. Самые распространенные. Ну, самые распространенные, я бы назвал бы две. Это переохлаждение, о котором мы уже говорили, и тяжелый физический труд, особенно связанный с неправильным подъемом тяжести, с неправильными нагрузками, с неправильным положением тела. Я позволил бы себе немножко отвлечься и поговорить о том, почему это стало такой причиной. Ваш покорный слуга, начиная работать 30 с лишним лет назад в практическом здравоохранении, читал и слышал, что остеохондроз – это заболевание людей уже определенных возрастных групп, там 40-50 лет и больше. Молодежи этого нет, а сейчас я сталкиваюсь с тем, что к нам приходят 17-18-летние молодые люди уже со остеохондрозом. Мы имеем, к сожалению, печальную статистику уже оперативного лечения людей, которым немногим больше 20 лет, там 22-24 года, которых уже приходится оперировать по поводу заболеваний позвоночника. То есть, что же это такое? Почему так возникает? Ну, однозначный ответ, я думаю, что не даст никто. Как одной из причин это является беда нашей цивилизации. Беда какая? Уменьшается объем наших движений, то есть люди стремятся к малоподвижному образу жизни. Почему? Телевидение, компьютер, масса других причин, я не буду их перечислять, приводит к тому, что с молодость, с детства, современное наше население значительно меньше уделяет внимания каким-то физическим нагрузкам. Вторая проблема, я бы сказал, это маргинальная проблема, это, как говорится, с другой стороны, это занятие спортом. На неокрепшие позвоночники до 16 лет очень много молодых людей, которых, говоря словами их тренеров, они являются перспективными. Будь то гимнастика, акробатика, бальные или спортивные танцы, лихоатлетические направления, метание копья, либо наоборот тяжелоатлетические поднятия штанги, бокс, борьба. А это фехтование приводит к тому, что на неокрепший позвоночник молодого человека идет очень большая нагрузка. И те родители, которые радуются успехам своих детей в большом спорте, они должны осознавать, что в середине 20-30-летнего возраста у их детей, вероятнее всего, будут проблемы с позвоночником. То есть ресурсы позвоночника, он тоже имеется, износился раньше времени. Есть такое, я сейчас сразу скажу, я не выступаю против большого спорта, чтобы люди профессионалы меня неправильно не поняли, но я все-таки хочу обратить внимание, что индивидуальные особенности каждого ребенка, это индивидуальные особенности, и то, что у него есть какие-то успехи в спорте в каком-то направлении, это не всегда только хорошо, это может быть и плохо. Поэтому, ну, этому моменту, наверное, надо уделять индивидуально, это, я думаю, даже тема для отдельной передачи, я бы сейчас не хотел уходить в это русло. Да, это одна из проблем. Но, Коль, мы об этом заговорили, какой вид спорта вы считаете наиболее безопасным и оздоравливающим? Ну, это не я считаю, ну, бытует такое мнение, я его поддерживаю, это плавание. Но, опять же, я сейчас скажу, что любой спорт в виде большого спорта, он, к сожалению, не полезен для организма. И это мнение физиологов, это мнение, есть такое даже выражение, я не буду ссылаться на автора, что любой спорт выше второго взрослого разряда, наверное, кроме шахмат, вреден для здоровья. Ну, это не означает, что не нужно заниматься спортом, я хочу еще раз понимать ситуацию, что лечебная физкультура, физкультура вообще для организма очень хорошо, это нужно, это обязательно нужно. Упражнения, укрепляющие мышцы спины, если ребенок с детства занимается какими-то видами спорта, которые укрепляют мышцы спины, это хорошо. К сожалению, сказать однозначно, что вот только плавание, да, плавание стоит на первом месте из тех видов физической деятельности, которые полезны для позвоночника. Но это не означает, что не нужно бегать, это не означает, что не нужно прыгать, хотя прыжки, особенно при игровых видах спорта, с поворотом не всегда тоже полезны для позвоночника. Но еще раз говорю, так мы можем отрицать вообще любую физическую активность. А я начал с того, что мы все-таки малоподвижный образ жизни поставили на одно из первых мест по причинам этих болей в спине, почему они таким образом участились. Поэтому, наверное, все-таки нужно искать золотую середину. Ну, возможно, вы нам дадите совет о самых, вот комплекс самых простых упражнений для спины. Это вопрос очень сложный, я вам сразу скажу почему. Потому что первый вопрос – возраст для человека, которому надо дать такую рекомендацию. Это может быть человек, которому ребенок, это может быть молодой человек, которому 20 лет, это может быть человек, которому 50 или 70 лет. Это будут разные комплексы. У нас очень большая аудитория возрастных слушателей. Может быть, вы скажете, чего им нельзя делать, если они… Потому что много сейчас дам пенсионного возраста, которые посещают фитнес-клубы или группы здоровья, и тоже делают упражнения, и они всегда понимают, какую нагрузку им можно. Вы знаете, это очень хороший вопрос. На самом деле, тоже вопрос очень сложный, но, с моей точки зрения, очень интересный. Вот компенсация за то потерянное время, сидя у компьютеров или в игровых комнатах, или у телевизора, или все, люди, которые становятся чуть старше, они понимают, что ага. Вот, получилось так, что недоуделил внимания физическим каким-то нагрузкам, начинается, особенно это любят дамы, я не побоюсь этого слова, всех возрастов, они почему-то упорно все ищут у себя лишний вес, и при этом начинают ходить в фитнес-клубы всевозможными заниматься видами физических нагрузок там, и, в общем-то, в своем праве каждый человек волен выбирать то, что ему удобно, и приятно, и хорошо. Но, единственное, я бы посоветовал в таких случаях стараться выбирать себе грамотного тренера в фитнес-клубе, потому что, к сожалению, когда до конца неподготовленный организм, который годами не получал физических нагрузок, начинает резко приседать с какими-то утяжелениями, ну, назовем это условно со штангой, будем так говорить, или качать пресс, пытаясь наверстать упущенное, это приводит к достаточно серьезным проблемам с позвоночником. Опять же, упражнения, я, к сожалению, не инструктор физической культуры, чтобы говорить о каких-то нюансах, но если так глобально, то упражнения, которые укрепляют мышцы спины и мышцы шеи, они, в общем-то, способствуют тому, что боли в позвоночнике становятся реже, и ваш покорный слуга видел пациентов, имеющих заболевания позвоночника, которые, ну, в общем-то, достаточно серьезные, и при таких условиях, в общем-то, достигли определенной ремиссии, то есть определенного состояния, когда их боли беспокоят незначительно, либо не беспокоят вообще. Здесь, я позволю себе повториться, нужна золотая середина. Когда у человека есть те изменения в позвоночнике, которые уже являются заболеванием, это может быть и грыжа дисков, и смещение позвонков, и сужение позвоночного канала, и так далее, а человек, обладающий, к сожалению, такой патологией, не всегда прислушиваясь к специалисту, считает, что, ага, вот я физическими нагрузками, я закачаю спину, я спасу, то это, как правило, приводит к таким ухудшениям, которые, ну, в общем-то, уже требуют более серьезного лечения. Андрей Леонидович, есть ситуации, когда боли в спине такие, что нужно вызывать скорую, а надо, когда вот еще своими ногами можно дойти к врачу. Вот при, в каких случаях, своими ногами нужно идти в больницу? Я должен сказать такую вещь. Во-первых, боль в спине, она, как бы, ну, является, как мы уже выяснили, имеет разные причины, и, как мы с вами только что поговорили, и имеет, будем так говорить, разные стадии. На разных стадиях лечение может быть от массажа и в каких-нибудь физиотерапевтических процедур до хирургического лечения. Самое правильное, самое правильное, это когда от человека появляются какие-то боли в позвоночнике, его это начинает беспокоить, пусть это будет боль в спине, в поясничной области, в грудном отделе, в шее, то лучше обратиться к профильному специалисту. Чаще всего на переднем, как говорится, крае лечения таких пациентов находятся врачи-невропатологи, то есть, в общем-то, или посемейные врачи, начинают обращение к ним. К сожалению, я должен сказать, что, ну, мы все живем сейчас в сложное время, на нашей территории происходят такие коренные преобразования, мы имеем дело в том числе и с дефицитом врачебных кадров, не всегда, к сожалению, наши пациенты своевременно попадают к профильным специалистам, поэтому хотел бы сразу сказать, что практически в всех больницах республики есть невропатологи в том или ином количестве, мы, ваш покорный слуга, заведующий нейрохирургическим отделением Республиканского травматологического центра, то есть профиль наших нейрохирургических отделений в Республиканском травматологическом центре – это позвоночник, спиной мозг. Мы консультируем очень много, у нас очень много грамотных врачей, собственно говоря, у нас практически абсолютное большинство нейрохирургов, работающих в нашей клинике, имеют высшую категорию, целый ряд имеет ученые степени, поэтому мы всегда доступны, мы консультируем очень много пациентов, которые к нам обращаются по поводу проблем позвоночника, это не означает, что к нам нужно обратиться либо только тому, у кого есть травма позвоночника, или тому, кому уже нужна операция на позвоночнике, а мы, в общем-то, очень много нам обращаются пациентов, мы даем советы и по лечению, и по образу жизни, то есть если есть такая необходимость, пожалуйста, можно обращаться к нам. Масса невропатологов, которые могут консультировать, я бы хотел здесь сделать одну маленькую ремарку, значит, методы лечения, я уже сказал, разные, от физиолечения и массажа до хирургических методов лечения, которые, кстати, тоже очень много и очень разные. Я бы хотел бы сакцентировать внимание на таком методе лечения, как мануальная терапия, очень распространенным, очень модным, и многие пациенты, которые приходят к нам, они уже прошли этот метод лечения. Значит, метод лечения сам по себе достаточно хороший, но, как и любой метод лечения, он имеет свои показания и противопоказания. И как при любом методе лечения, к мануальному терапевту надо обращаться тогда, когда есть диагноз. И грамотный мануальный терапевт, если к нему приходит пациент, там, ну, говоря медицинским языком, с нестабильным спондилолистезом, или, говоря, человеческим языком, со смещением позвонков, либо со смещением или выпадением межпозвонковых дисков, при этих, как правило, при этой патологии, мануальная терапия уже не помогает, а во многих случаях даже вредит. Поэтому, когда попадают к грамотному мануальному терапевту, и он пациенту объясняет, что он уже не его пациент, это хорошо. К сожалению, я должен сказать, что, ну, у нас развита сеть как мануальных терапевтов, которые, кстати, часто называют себя вортебрологами, нейровортебрологами, вортеброневрологами, даже нейроортопедами, ну, мы уже с вами поговорили о вортебрологии, и об этом термине объяснили, то надо понимать одно, насколько профессионален этот человек, потому что те осложнения, которые нам приходится сталкиваться и лечить их хирургическим путем, в определенном проценте связаны с не совсем правильной или грамотной мануальной терапией, а зачастую тогда, когда этот метод лечения применяется пациентам, которым он противопоказан. Я сейчас даже не обсуждаю сеть народных целителей и костоправов, которые есть, которых все знают, а некоторые говорят, что они там мертвых поднимают. Эту тему, ну, эта тема выходит за рамки нашего, наверное, разговора. Андрей Леонидович, какая самая эффективная диагностика вот при постановке диагноза? Способ диагностики, какой самый эффективный на сегодняшний день? Спасибо за вопрос. На самом деле, сейчас при наличии интернета, при наличии телерадиопередач к нам приходят люди уже подготовленные, которые уже приблизительно знают, что им надо, и даже некоторые приходят и говорят, что им надо сделать, то есть они обращаются к врачу, говорят, а нам надо сделать какое-то обследование. То есть это цель прихода к врачу, получить направление на то или иное обследование. На самом деле, на самом деле, я позволю себе сказать, что боль в спине, она вызывается совершенно разными факторами. Это на первом месте, я уже сказал, дегенеративно-дистрофические изменения, то есть то, что народе называют отложением соли. Это так называемый остеохондроз, спондилез, спондилартроз и так далее. Значит, кроме этого, боль в спине, почему опасно идти, допустим, вот я коснулся темы мануальной терапии, а еще там кастоправов народных целителей, почему опасно идти, не имея диагноза? Потому что боль в спине вызывается не только отложением солей или смещением дисков, как говорят в народе. Боль в спине может проявляться при опухолях позвоночника и спинного мозга. Многие из них начинают именно проявляться болью, а потом уже появляются более грозные симптомы, которые, в общем-то, часто уже наталкивают на мысль, что здесь что-то не то. Это может быть связано с воспалительными заболеваниями, так называемыми спондилитами, спондилодицитами. Это может быть связано со специфическими заболеваниями. Это те же воспаления, но вызваны уже туберкулезом. Либо есть такое понятие, наверное, думаю, что понятием СПИДа или ВИЧ-инфекции сейчас никого не удивить. Все это знают, да. И эти заболевания тоже приводят к воспалительным заболеваниям в позвоночнике. Поэтому просто так, без диагноза, начинать какие-то лечебные действия не совсем правильно. Какие существуют методы диагностики? Значит, на первом месте мы все-таки ставим магнитно-резонансную томографию, так называемую МРТ. Этот метод диагностики, он достаточно безвреден. В основу его положен принцип ядерно-магнитного резонанса и очень точен. Но нельзя базироваться только на данных этого метода обследования. Почему? Потому что если спиной мозг, межпозвонковые диски, нервные структуры, другие хрящевые структуры на МРТ видны хорошо, то, допустим, костные структуры уже видны хуже. И здесь мы отдаем предпочтение такому методу, как спиральная компьютерная томография. То есть это уже обследование, в основе которого находятся рентгеновские методы исследования. Но костная патология, переломы костных структур, опухоли костей, воспаление костной ткани уже видны лучше при спиральной компьютерной томограмме. Есть старый, уже давно проверенный способ – это рентген-диагностика. То есть это то, с которого обычно начинается обследование. Значит, я здесь тоже должен сказать, что, к сожалению, обычный обзор на рентгенограмму при заболеваниях позвоночника, особенно когда там уже есть какие-то признаки неврологических заболеваний, когда появляются там боли, которые куда-то отдают или еще что-нибудь, этот метод обследования уже не совсем эффективен. Но мы пользуемся так называемой функциональной рентгенографией или рентгенографией с функциональными нагрузками. Говоря человеческим языком, это снимок, когда пациенту делается там наклон вперед, либо наклон назад, либо, если это имеем дело с шейным отделом, то наклон головы вперед или назад. Этот метод обследования позволяет выявить смещение, особенно нестабильное смещение позвонков, которое сами по себе очень часто является причиной боли. И, в общем-то, даже показаниями достаточно часто к хирургическому лечению. И еще я хочу сказать об одной причине, я ее не упомянул. Это так называемые остеопорозы, остеопении. То есть, что это такое? Это тоже может зачастую быть причиной боли в спине. Это зачастую может быть причиной так называемых патологических переломов позвонков. То есть, чаще у женщин в определенной возрастной группе, либо у мужчин, которые имеют какие-то сопутствующие заболевания, в силу технических обстоятельств, минеральная плотность кости уменьшается. Кости, как в народе говорят, становятся более хрупкими. И они подвержены больше травмам, то есть переломам. И при всем при этом, естественно, риск травмы, риск получения каких-то тяжелых заболеваний и риск возникновения боли в спине, с чего мы сегодня начали, в общем-то, увеличивается. В таком случае есть еще тоже метод обследования. Я хотел бы просто на нем остановиться. Денситометрия. То есть, это метод, он тоже рентгеновский метод обследования, который позволяет увидеть минеральную плотность кости. Ну, есть масса еще других методов обследования. Я бы не хотел обидеть своих коллег, которые занимаются теми иными методами обследования, которые действительно помогают нам для более точной постановки диагноза. Но я бы хотел остановиться сейчас на вот этих четырех методах, о которых я сказал. Благодарю. Очень обширная тема, как Вы подчеркнули. Наше время, к сожалению, истекает. Понятно одно, что все методы используются в Республиканском травматологическом центре, потому что есть все необходимое оборудование. Да? Да, это правда. У нас есть все необходимое оборудование. И магнитно-резонансный томограф, и спиральный компьютерный томограф, который у нас, к счастью, заработал буквально, у нас было некоторое время перерыва, он не работал, к счастью, он сейчас заработал. У нас новый спиральный компьютерный томограф очень высокой решающей способностью. Поэтому, в общем-то, так же само, как и магнитно-резонансный томограф у нас на сегодняшний день На территории Донецкой области, я имею в виду довоенную границу, наиболее мощную полтора Тесла. Также есть денситометр, ну, естественно, цифровой рентген, то есть мы как бы диагностически вооружены. Благодарю вас. Значит, будем жить, а вы будете лечить. Спасибо. У нас сегодня в гостях был Боряк Андрей Леонидович, заведующий нейрохирургическим отделением номер два Республиканского травматологического центра, специалист по вертебрологии Минздрава ДНР. Сегодня говорили о том, почему болит спина. Спасибо вам за актуальную информацию. Спасибо вам. Спасибо радиослушателям. Всего хорошего. Здоровья вам. Здоровых позвоночников. Спасибо.